Хейл, камрады! С вами Никлаус, и сегодня мы вернёмся к рубрике «Разбор книг Скайрима». Нашей следующей целью станет произведение самого Маннимарка, короля червей. Именуется оно «Аркей наш враг». Услышьте меня, дети мои! Когда-то я был таким же, как и вы, но волей своей я теперь среди богов. Ваша полная преданность позволит вам разделить со мной мою славу. Большинство некромантов глупы и слабы, жертвы для инквизиторов. Но вы, мои слуги, вы избранные. Через некоторое время мало кто осмелится встать на вашем пути. Но остаётся одно препятствие. И имя ему – Аркей. Он тоже был человеком, ставшим впоследствии богом. Сходство его земной жизни с моей удивляет даже меня самого. Мы должны были стать врагами. Благословение Аркея мешает нам использовать души людей, эльфов и разных тварей без их на то согласия. Закон Аркея не даёт моим детям воскрешать тех, кого похоронили по соответствующим обрядам. Как вам известно, дети мои, благословение Аркея можно обойти, но его закон непоколебим. Учёным, унисти жрецов Аркея! Объясните, что похоронный обряд основан на суевериях. Умолите королей лестью и склоните их на свою сторону. Обратитесь к детям моим в Сиродиле за помощью. Жрецам, следите за тем, чтобы никто из живых не видел ваших слуг. Держите нежить подальше от людей. Пошлите гонцов к вампирам и личам. Все нации нежити должны служить мне и только мне. Шпионам, как всегда, ждите в темноте. Скоро мы нанесём удар. От храмов Аркея не останется камня на камне. Кровь его жрецов утолит нашу жажду. Их кости воскреснут и станут служить нам. Имя Аркея будет стёрто из истории. Только я буду управлять жизнью и смертью. Только одно имя живые будут шептать страхи. Имя вашего повелителя и господина. Что ж, вот такая княженция. И как всегда, разъясним пару моментов. Аркей, сына Катоша, бог цикла жизни и смерти. Божество, связанное с похоронами и погребальными обрядами. И ответственное за наступление времён года. Его последователи – стойкие противники некромантии и всех форм нежити. Не мудрено, что естественный ход событий не устраивает повелителей нежити. Само существование культа Аркея отдаляет Маннимарка от его идеи стать богом. Безраздельным владыкой всех мёртвых. Маннимарка и Аркей оба изучали вопросы жизни и смерти. Оба были изначально смертными существами. И оба впоследствии стали богами. Но на этом сходство заканчивается. Ибо их мотивация и пути достижения цели крайне разнятся. Вот и всё. В следующих выпусках мы продолжим эту тему. А пока... С вами был Никлаус. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова